Ассортимент второй свежести. До нового года осталось меньше месяца и магазины постепенно охватывает покупательский ажиотаж. Еще неделя-другая, с полок начнут сметать все, невзирая на цены и порой сомнительное качество. Каждый год в праздничные дни статистика отравлений демонстрирует стабильность, хотя и в мирное время продуктовый шоппинг порой превращается в игру съедобное-несъедобное. Продавцы находят все новые способы сбыть залежалый товар, потребители в лучшем случае со скандалом возвращают подпорченные покупки. В суд не идут, в Роспотребнадзор жалобы не пишут, как итог торговцы наглеют. Да и чего им бояться после призыва не кошмарить бизнес, проверки стали крайне редки. Но в последнее время у недобросовестных коммерсантов все же есть поводы понервничать. Помните, Ютуб несколько лет назад взорвали ролики, сняты общественной организацией «Хрюши против». Ряженые активисты инспектировали магазины на предмет просрочки. Дело было в Москве. И вот, наконец, мода на гражданскую сознательность докатилась и до провинции. В Самаре сразу несколько общественных организаций не дают расслабиться продавцам. Слушай, не снимайте, я сейчас камеру разобью. Маскарады не устраивают, но каждый их визит все равно превращается в шоу. Давай снимать! Ой-ой-ой, подождите, подождите, женщина! Я испугаю! Женщина! 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 Вы свои нервы поберегите! Закусочная на революционной 1-0 пока в пользу продавца. Пачка просроченных пельменей вырвана в честном бою активиста и надежно спрятана. А, у вас тут там вся просрочка находится? Ну, хотя бы ладно, хотя бы так. А вы посмотрите, еще не хотите посмотреть? Может, еще что-нибудь просроченное у вас? Давайте посмотрим. Только мы сейчас уйдем, вы оттуда все с холодильничкой, со дна поднимите, и здесь вы опять ровным слоем разложите, да? Мы ничего не поднимем. То есть мы к вам через недельку приходим, у вас все чисто, да? Хорошо. Непуганные самарские продавцы еще не осознали, чем грозит им такая инспекция. Вот в Пчелке на Красноармейской, где активисты нашли залежи просроченных товаров, а про Мечеву потребовали их оплатить. Мы хотим, чтобы они оплатили этот товар. Просроченный. Да? Нам продадите, мы оплатим. Сейчас. Потом все-таки испугались последствий. Я ничего не буду пробивать. Я не буду ничего пробивать. Почему? Я хочу купить у вас товар. Мы выслали, чтобы вы нарушили. Я хочу купить у вас товар. А что вы там полицию? Оторвали их от дел. Они должны преступников лагировать. Что все нарушали? Выясните. Мы вышли из полиции, нас отпустили, поблагодарили за хорошую работу, талонные уведомления. Мы написали заявление на администрацию магазина. Это частная собственность. Частная. Это частная. Что вы? Что вы? Я вам не дам ничего снимать. Женщина. И все-таки нападение не всегда лучший способ защиты. Но с первого раза это понимают далеко не все. Магазин на революционной 5. Впервые народные инспекторы побывали здесь в начале ноября. Спустя месяц пришли уже с нашей съемочной группой. Сравните реакцию продавца. Тогда... Отлично. И сейчас. Мы вам оставим, вы куда хотите, девайте. Вот. Вот абсолютно адекватная реакция человека, который хочет побороть просрочку в своем магазине. Этот магазин больше напоминает склад просроченных товаров. Овощную рагу, крабовые палочки уже 3 месяца, когда должны были отправиться в утиль. У куриного филе стек срок годности еще в сентябре. У голубцов, внимание, год назад. А возраст некоторых продуктов определить и вовсе невозможно. Ручкой причем, да? Ручкой написан срок годности. На заводе сидят люди, ручкой пишут, да? Девушка, это все помойка. Вы уберите, пожалуйста, из прилавков. Вы кто? Я союз потребителей, председатель общественной организации. Мне вот эти общественные организации, если честно, мы вымогательные вообще. Мы вымогательные. Сейчас-то она и знает. Вы заявление в полицию готовы сейчас написать о вымогательстве? Вы мне сейчас конкретно не предлагали. Давайте сейчас. На вас конкретно я не могу быть, потому что мне сейчас не предложили. Кирилл, это провокация и не нужно на нее отвечать. Часто, кстати, такие провокации? Да, постоянно, знаете, через раз. У меня и уже заявление писали, что я пытался там и изнасиловать продавцов, и вымогал деньги. Но как бы весь пыл, он кончается с приездом сотрудников полиции. Нам бояться нечего. Машины застрахованы. Жизнь они нас не лишат. У девушки за прилавком, которая предпочла сохранить инкогнито, судя по всему, она и есть хозяйка всего этого просроченного богатства. Аргумент один. Магазин она купила недавно, вместе с товаром, сейчас не торгует. Но в показаниях бизнес-вуман окончательно запуталась. Да и тут же нашли свидетели, улечившие коммерсанта в лукавстве. А вы вчера здесь покупали что-нибудь? Покупала, да. То есть работала в магазине? Не было ее. Чего же не было? Ну, не было вас. Когда? И вчера, и после вчера. А, да. Ну, это был, когда неделю назад. И просроченную сметану покупала. Вот это просрочено, вы знаете, насколько это просрочено? Это на полгода просрочено, мороженое лежит. Я его не продаю. Я выложила всю просрочку на витрины, чтобы приехали поставщики и ее забрали. У нас мы работаем по обмену. Это смешно. Пойдемте, пойдемте, я тебе покажем. Вот это, это не витрина называется? Что это называется? Вот просроченный продукт. На полгода просрочено мороженое. На полгода. У вас полгода поставщика не было здесь? Я вот, смотрите, он поставщик к вам приехал. Эти хлеб мне домой. Вам домой? Столько много? Вот это вы ездите. Вы так фигуру испортите себе. У меня есть семья большая. Вы фигуру испортите себе, столько хлеба есть. Маленький. Ну, как вы видите, да, то есть мы как бы вранье на вранье, как бы. И только всего этого разговора, что потребитель не смея и кушать, вот он вот это не должен. Даша, мы вот вам дарим нашу наклеечку. Да, мы вам все равно ее подарим. Нужна, не нужна? Смотрите. Ну, вы витринок не надо, не портите мне. Ну, отдерете. А мы сейчас еще парочку наклеим по магазину. Не надо, не клеите мне в магазин, а наклейки какие, пожалуйста. Ну, давайте мы вот оставим вот здесь. Вот смотрите. Ну, не клейте, это не ваша оборудка. Не портите его, пожалуйста. Товар мы вам возвращаем, смотрите, весь. Чтобы просроченный товар не вернулся вновь на прилавок, добровольцы-контролеры вскрывают упаковку, оформляют информационные листы. Одна копия отдается бизнесменам, другая отправляется в суд. На основании этих решений Роспотребнадзор штрафует продавцов. Судья Советского района сейчас рассматривают один из таких исков. Союз потребителей против сети магазинов «Пятерочка». Коммерсанты на этот раз решили процесс проигнорировать. Поскольку сведения о легкой страны ответчика отсутствуют, в соответствии в части второй поиски площадки от 7 будет какая-то сельская федерация, дело с вышли на отложение. С некоторыми судами мы, как мы с вами, по некоторым материалам, развозим именно под роспись, чтобы уже точно знать. Мы готовы. Давайте. Сейчас я отмечу. Едем в «пятерочку». Может, в суд они не явились, но оргвыводы сделали. Для чистоты эксперимента навещаем магазин, где общественные инспекторы еще не были. «Революционная» 77. Не проходит и 15 минут, как наша тележка заполняется просроченным товаром. Просто без ничего, да? Тут вся такая. Потому что она, конечно, вчера еще бегала. Ну, как бы, все равно потребитель в таком виде, она однозначно не должна продаваться, да? А что это такое? У нас не прозрочка? Да. Весь фарш этот прозрочен? Да. Намного? До 3 дня. До 27-го, 11-го. Ну, да. Сейчас, я тебе сказал, что я с ним. Ну, что ты, да? Там жалоб очень много. Про срочку грешат почти все сетевики, уверяет председатель регионального союза потребителей Эльнур Гамбаров. Где-то меньше залежалого товара, где-то больше. Поэтому покупателям не стоит терять бдительность и глядеть в оба. И на сроки годности, если речь идет о молочке или выпечке, то не только на даты, но и на часы, и на условия хранения. Температура должна быть указана на каждом холодильнике. Нередко в магазинах можно встретить товары из будущего. Это когда производители намеренно сдвигают дату изготовления на несколько дней вперед, продлевая жизнь своим товаром. Получается, что потребители в роли детектива такого не хотят? Сто процент согласен. Знаете, нам даже некоторые представители сетей в судах напрямую говорят, ну, глаза есть, смотрите сами. То есть, а если у меня нет глаз, если я слепой человек, значит, я должен быть просрочное мясо? Этот же вопрос, я говорю, а есть человек слепой, ну, подойдите к администратору магазину, он вам скажет сроки. Есть, в конце концов, дети, которым просто без разницы на сроки, они просто увидели конфетку, схватили и побежали ее кушать. И они на сроки вообще не смотрят. Но у них такая позиция. Если есть желание директоров разбираться и сотрудничать, то можно. Если же, как в некоторых сетевых магазинах, да, директора просто, говорит, не общаться с общественниками, не разговаривать, не давать никаких комментариев, просто молчать, ну, тогда, конечно, с мертвой точки ничего не сдвинется. А вот, кстати, директор по свежести. Вот, кстати, да. К сожалению, мы не знаем, как зовут этого директора. Директора на месте нет, но есть администратор. К ее чести на журналистов и общественников она реагирует вполне адекватно. Так, все, я... Ну, как бы, то есть вы признаете факт нарушения? Ну, да. Мы в следующий раз к вам придем. Мы найдем такое количество просрочки? Нет, конечно, вообще ничего не найдете. Спасибо вам большое. А у нас что происходит? Ну, мы придем проверить. Дорог вредный, поэтому... С другой стороны, если кто-то отравился бы под этим пар, чтобы было бы не смешно. Ну, вот, часа мои орешки. Я взяла орешек, потому что я любительный завод орешков. Взяла, не посмотрела на срок годности, положила, пошла в кассу и все. Теперь Бибигуля Алтоналиева проявляет больше бдительности и за версту обходит магазины фиксированной цены. А ведь еще месяц назад студентка вместе с подружками только здесь и закупались. А что, дешево и сердито. Оказалось, еще и опасно. Просроченный арахис вызвал у девушки отравление. У меня болел живот. Резкие боли. Такое ощущение, ну, сперва, кажется, думали, что у меня аппендицит. У меня мама с тобой врач. Она говорит, а таракисом могут и быть и похожи. Скорые уколы, таблетки. Чтобы наказать торговцев, заставивших девушку промучиться несколько дней, она пожаловалась общественникам. В этот магазин фикс-прайс, расположенный в торговом центре Хофф, с проверкой тогда нагрянули сразу две организации. Росконтроль и Союз потребителей. Не зря. Количество просроченного товара удивило даже инспекторов. Вот этих тортиков было очень много у нас в прошлый раз просрочено. Но сейчас, я так понимаю, что это новая партия. Срок годности у нее вполне реальный. В данной торговой точке просрочка была, ну, практически везде. Были прям вот стеллажи там тортиков, там, прям деревянных, зачерствелых, там, продукт там вскрытый, какие-то там плечи не покрытые. И тортик, и сладкое, и печенье без маркировки абсолютной. Соответственно, были, насколько я помню, финики еще, вообще без какой-либо маркировки о дате, о месте производства. Соответственно, у нас было набрано, ну, порядка, наверное, четырех больших корзинок. Соответственно, мы всю эту просрочку утилизовали на кассе. Одной торговой точкой представители Росконтроля и Союза потребителей не ограничились, проверили всю сеть фикс-прайс, по итогам подали четыре иска. Суды еще не приняли решение, но результат уже есть. В магазине, где Бибигуль купила тот злополучный арахис, просрочки больше нет. Ну, или почти нет. В Европе, кстати, за просроченный товар наказывают куда более строго, чем у нас. Там, помимо штрафов, в среднем это порядка 25 тысяч евро, могут совсем лавочку прикрыть и лицензии лишить, да и самого права на профессию. В России к малому бизнесу не столь строгие. Штрафы на физлиц до 30 тысяч, на юрлиц до 100, хотя дискуссии на этот счет почти никогда не утекают. Одно время предлагали вести санкции до миллиона рублей, чтобы не повадно было, но инициатива не прошла. Эксперт в области административного права, профессор Виктор Полянский, уверен, пока российского предпринимателя методом проб и ошибок приучают к цивилизованной торговле, общественный контроль уж точно не помешает. Очень сложно бывает и Роспотребнадзору контролировать, потому что вот эта вот фраза, не надо кошмарить, она останавливает людей на полпути иногда. Но, с другой стороны, окошмарить потребителя, население, разве можно разными некачественными услугами? И вот общественники, они более последовательны в этом плане, и надо поддерживать такие организации. Там должны быть люди более независимые, более самостоятельные и последовательные. Кроме того, они ведь тоже являются потребителями этой продукции, в первую очередь. И они заинтересованы в удовлетворении личных потребностей в качественных продуктах. Поэтому, чем шире было такое контрольное движение со стороны населения, тем лучше. Понятно, что продавцы всегда найдут массу аргументов, почему просроченный товар оказался на полках, да и вообще будут недовольны столь пристальным вниманием к себе и общественников, и журналистов. Почти на всех точках нас обвиняли в предвзятости и строили теории заговоров. Мол, их заказали конкуренты. Господа бизнесмены, все гораздо проще. Работайте честно, и дурная слава обойдет вас стороной. На сегодня пока все. К теме еще вернусь. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.